11 сентября, дата, которая на всех языках вызывает одну ассоциацию. Самолёты, вонзающиеся в стекло и бетон небоскрёбов и башни-близнецы, которые на глазах всего мира в прямом эфире превращаются в пыль. День, изменивший мир, в комментарии Глеба Лаврова. 15 лет назад в истории США случилось или произошло? Да нет. Любые слова недостаточно, чтобы выразить степень вмешательства трагедии в судьбу. Уровень ужаса, открывшегося тогда миру окнами компьютеров и экранами СМИ. Тогда не холодным ещё, но злым осенним ветром с каменных дерев двух нью-йоркских небоскрёбов, словно охапки едва успевших покраснить листьев, рвало листья. Листья офисных бумаг и неброскую одежду офисных служащих истаскивало людей. Там несло раннюю опаль, жестокое небо, прочий вниз. Две с половиной, а с другими мишенями фанатиков, три тысячи невинных. Разного возраста, пола, конфессии и профессии. Кто-то из них ещё звонил своим с верхних этажей, а кто-то, онемев, лишь смотрел на невиданное снизу. А кто-то бросался на помощь. Спешил, рисковал, по долгу службы или так, но чаще всё же не успевал. Страдал потом. Так никогда и не пришёл в себя. И не только парамедики, пожарные, полицейские. Для США сожжение Атланты было оставлением Москвы Наполеона. Перл-Харбор – фермопилами. А две башни оказались Хиросимой и Нагасаки. Стали сангми и фалучшей в отцветах фосфорного огня. 9-11 была сакральная жертва. Для США. И ещё для 90 стран, включая нашу, чьи граждане случились на пути ненависти, пикирующей и переписывающей кровью мировые хроники. Но в Афганистане отзвуки грохота, расколотых тогда и там небес, слышны нарастающим гулом поныне. Взрывы, бомбы, мины, выстрелы – они бьют в барабанные перепонки, а в тело впиваются иглами со смертельным варевом, героином, производство которого выросло в разы, в десятки, в сотни раз, с тех пор, как и в Афганистане тоже рухнули башни ВТЦ. В Ираке миллион людей погибло под завалами. Страна оказалась разорвана бетонными межэтажными конструкциями. Страна разлетелась фрагментами битых стёкол. В Ливии и Сирии разрушение фундамента башен уничтожило фундамент общества, раскололо по-живому людей на своих и чужих навсегда. Вдоль семей, поперёк шеи и беженцы, беженцы, беженцы. Мир так и не наступил. И потому, да, это правда, что падение башен стало величайшей геополитической катастрофой нынешнего века. Но неправда, что две высотки торгового центра 11 сентября 2001 были разрушены окончательно. Сегодня, 15 лет спустя, сквозь пепел и пыль, отлетающие листья бумаг и искры, сквозь годы видно, что башни возведены вновь и в то же время. В расфокусе суперплоских мировых телеэкранов, движением на периферии зрения, там, где почти не хватает налитых слезами глаз, видно. Политикам и военным. И много кому ещё 15 лет оказалось мало, чтобы оставить видение в прошлом. Две башни. Они падают. Они всё ещё падают. Глеб Лавров. Информационный канал «Главный эфир» о том, что для выживания миру НАТО необходимо смертельное падение в войну как-то остановить. Главный эфир» Главный эфир Субтитры создавал DimaTorzok